Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня я хочу с вами поделиться своими покупками из магазина FixPrice. На самом деле, здесь очень классных покупок, по моему мнению. В этот раз я очень оторвалась, так что усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая, если вы любите такого рода видео. Я желаю вам приятного просмотра и поехали смотреть, что же я прикупила в этот раз в магазине FixPrice. На самом деле, в магазине FixPrice я покупаю там всегда 100% две вещи, которые я не могу уже без них. И эти покупки я всегда покупаю. И зачастую, в первую очередь, я иду за ними. Первое, что я прикупила, это снова я прикупила средство универсальное частин, санитарно-гигиеническое средство для сантехники. Можно им чистить все, что угодно. Вообще, хорошее средство, оно мне очень сильно нравится. И скоро у меня в пустых баночках будет сравнение частина рыженького и частина белого. Так что, если хотите узнать мое мнение, какое из них лучше, тогда, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свеженькое видео в пустых баночках хозяйки на заметку. Вот такое купила. Он стоил в магазине FixPrice, по-моему, 50 рублей. На него еще цены не подняли. Следующее средство, которое, что я покупаю всегда в этом магазине, и не могу просто уже не покупать, это то, что меня устраивает вообще по всем показателям. Это обычные, на самом деле, обычные разделочные доски. Они стоят 55 рублей, и я их покупаю раз в два месяца, где-то так. Меня устраивают они, они мне нравятся. Я знаю, что в других магазинах вот такого же рода качества вот эти вот мягкие разделочные досочки, они стоят намного дороже. Серьезно, проверяла. И могу сказать еще, что мне в них нравится. То, что они гибкие и они тоненькие, понимаете? Ну, в разумном понимании тонкие. То есть нет вот этой вот громоздкой доски, которую, знаете, хозяюшки меня сейчас, наверное, поймут, когда особенно вот эти деревянные доски, ничего против их не имею, но я устала с ними, потому что они тяжелые, их нужно постоянно текать, а тут очень все просто. И даже если сама захочешь ее выбросить, не нужно ждать, когда придет супруг, чтобы вынес, так скажем, отходный материал кухонных принадлежностей. Всем рекомендую хозяюшкам. Очень классные доски. Смело могу их посоветовать, чтобы вы прикупили. Следующее, что я купила из хозяйственного, на пробу, так как я решила себе делать гелевые, гелевое покрытие ногтей, и я решила то, что, даже не то, что стала делать гелевое покрытие ногтей, в принципе, любая девочка, женщина, она должна ухаживать за своими ручками всегда. А так как мы в большей степени занимаемся уборкой дома, это вечная готовка, стирка, уборка, еще раз повторюсь, то есть это всегда вредит нашей коже рук, безусловно. И в магазине Фикс Прайс за 50 рублей я присмотрела вот такие вот хозяйственные перчатки, их здесь 10 штук. Я уже попробовала их, и могу сказать, девчонки, не могу советовать вам их покупать, потому что я их, они очень тоненькие, быстро рвутся, им, наверное, в них только удобно будет вытирать пыль, какую-то серьезную уборку дома, они не выдержат. Даже элементарно там помыть посуду, но одноразовые, серьезно, одноразовые перчатки, что-то как-то меня они не впечатлили, можно найти в других магазинах, и тоже по хорошим доступным ценам. Так что это я вам не могу рекомендовать, но если у вас безвыходная ситуация, то в принципе их можно купить, то есть, знаете, такое двоякое ощущение, они сложились в большей степени, наверное, нет. На пробу купила из чистящего средства вот такую вот штучку универсальную, это идет антимикробный эффект, ей можно уничтожить микробы, бактерии, грибок, удаляет хозяйственные стойки и загрязнения, также устраняет неприятные запахи. И им можно чистить, как я поняла, стекла, и даже производитель пишет то, что можно им чистить и мыть кошачьи лотки, и здесь содержится хлор, то есть, собственно говоря, убивать все бактерии, которые можно. Не знаю, посмотрим, попробую, конечно же, уже свое мнение смогу рассказать в пустых баночках. Если, еще раз говорю, если вам интересно именно пустые баночки хозяйки на заметку, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. И вот такой вот спрей, он стоил 77 рублей, девчонки. Сегодня попытаюсь озвучивать цены на продукцию, которую купила, чтобы вы примерно могли ориентироваться, стоит это покупать или нет. Следующее, что хозяйственное было куплено, это были вот такие вот сменные блоки для ролика. Ролик у меня есть, у меня есть икеевский ролик, и ролик вот из этого, из этой же серии у меня, он был такой же, по-моему, где-то. Девочки, кто покупал вот эти вот сменные блоки, пожалуйста, напишите в комментариях, понравились они вам или нет. Стоят они своего внимания или нет, и вообще, если вы их покупаете, попадаются вам удачные или неудачные. Я взяла на свой страх риск, просто, ну, никак мы не можем доехать до магазина икеи и купить все нужные вещи, которые мне там очень сильно нравятся. Ну, вот это стоило, по-моему, 50 рублей два сменных блока. Мне кажется, это выгодная покупка на самом деле, потому что в других магазинах хозяйственных, я их видела, они стоят за 100 рублей, и, по-моему, там похожего качества. Единственное, которое мне очень сильно нравятся такие ролики, это из магазина икеи, но это взяла я на пробу. Следующее, что взято было хозяйственного, это, знаете, это взял мой супруг, и он сказал, что ему такое нужно. Но раз нужно, пусть берет, стоили они 99 рублей, это идут плоскогубцы многофункциональные, и, как вы видите, они складываются, и здесь бывают такие ножички разные всякие. Посмотрим, конечно, супруг опять будет пробовать, подойдут они или нет, но какие-то инструменты он брал из магазина Фикс Прайс, и он был крайне недоволен, из мягкого металла сделаны, и они недолговечны. Ну, посмотрим, как будет вот это себя вести, и, скорее всего, возможно, в своем даже сторис Инстаграм, кому интересно, я расскажу, стоит такие вещи брать в магазине Фикс Прайс или нет. Как еще рассказала, стоили 90 рублей. Следующее, то, что я буду показывать, это посвящено покупкам ребенка, и, кстати, да, оставайтесь со мной, еще не переключайтесь, потому что у меня есть еще покупки тематические для Дня Святого Валентина, надеюсь, вам будет интересно, что я прикупила, что я взяла в этот раз для ребенка, что он мне выбрал сын. Но, в первую очередь, как любой другой... А, подождите, я еще хозяйственное вам не все показала, но у меня спряталось. Смотрите, что я купила. Я купила батарейки Дюрасел, они у нас стоят две штуки по 77 рублей. Я не знаю, насколько они оригинальны, насколько нет. Я взяла две пальчиковые батарейки и две мизинчиковые батарейки. Они, конечно, стоят подороже, чем те батарейки, которые продаются в магазине Фикс Прайс за 50 рублей 10 штук, но я все-таки бьюсь за качество. И, приходя в магазин Фикс Прайс, хочется даже купить какие-то более качественные вещи за их бюджетную стоимость, чтобы была реальная какая-то выгода при покупке на самом деле. Так что, вот такие вот купила. Посмотрим, как они будут себя вести. И, конечно же, если вам интересно, я расскажу об этом в своих пустых бабочках хозяйки на заметку. И дайте мне тоже знать, интересно вам такого рода видео вообще, интересно ли вам такие вот отзывы и стоит ли на это делать. Ну все, сейчас я вам покажу, что я купила, что выбрал Кирилл в этот раз у нас в магазине Фикс Прайс. Так как у меня сын, он дико обожает машинки, и причем машинки мы любим прям практически с рождения. Вот как сидеть начал, у нас первый был паровозик, и потом у нас пошли машинки. И это прям вот наша болезнь. И когда мы приходим в магазин Фикс Прайс, он у меня первым делом бежит всегда смотреть, какие есть интересные машинки. В каком-то из видео о покупках из магазина Фикс Прайс я вам рассказывала о том, что в принципе достойные грузовички, которые продаются в магазине Фикс Прайс. И на самом деле они очень хорошие в плане цены и качества, могу сказать, потому что подобные грузовички в магазинах, обычных детских магазинах, они стоят намного дороже. Но это накладно покупать, когда грузовичок стоит даже 400 рублей, а он продюжит ровно столько, как грузовичок из магазина Фикс Прайс за 100 рублей. Он идет сам по себе, грузовичок, вот этот тягач, он идет металлический, а все остальное идет в пластик, по большому счету. Но нашему сыну нравится, и когда у него приходит в негодность, к примеру, крепление вот это вот между тягачом и самой вот этой вот, как сказать, вот эта вот, как вот эта штука называется? Ну, не знаю, прицеп, да, этот? Он играет просто одним тягачом, то есть он такой, в принципе, неплохой, неплохая игрушка. И если у вас ограниченный бюджет, но хочется радовать своего ребенка и не покупать ему 5-минутные игрушки, обратите внимание вот на вот эти вот грузовички. Нам они очень понравились, серьезно она называется, игрушка-грузовичок. И в довесок к нему у меня ребенок выбрал еще одну, это вот такой грузовичок. Кстати, у них тягачи абсолютно одинаковые, как у нас Кирилл в этот раз промахнулся. Но это уже идет совершенно другая серия, тут что-то нужно перевозить другое. Тоже такой же хороший тягач, хорошее крепление, кстати, в этот раз все очень крепко держится. Неплохие игрушки, смело могу вам посоветовать их купить. Видите, все на болтиках, все качественно сделано. Конечно, производство идет в Китае. Итак, следующее, что мы купили ребенку, это была умная мозаика. И вот это вот, знаете, когда я увидела, она стоит 55 рублей в нашем магазине. Классная вещь для мамочек, на заметку, развивает моторику и мышление. Здесь, получается, просто идут сама мозаика. И здесь есть вот такие вот клеющиеся на наклейкой основе, такие вот наклеечки. И ребенку просто нужно будет подобрать. Во-первых, вы будете учить цвета, форму можно также поучить. И ребенок сможет как-то поразвивать мелкую моторику рук. И можно еще, конечно, какие-то задания давать, разукрашивать, чтобы ребенок мог, как-то, знаете, было более интересно. Я просто стараюсь всегда какие-то такие штучки покупать ребенку для того, чтобы ему было просто интересно проводить со мной досуг дома. Так что вот так вот. Все. А, что мы еще, кстати, купили? Я себе купила, не касаемо праздничной темы Дня Святого Варентина, я себе всегда там покупаю вот такие вот резиночки. Очень мне нравится то, что они идут без каких-либо железных оснований. Кстати, как-то открываешься. Сейчас подождите. Я, наверное, их сейчас не открою. Как вы видите, они идут без железных оснований. Единственный минус этих резиночек в том, что раньше они были по качеству чуть лучше, чем сейчас. Но, несмотря на это, это пока единственные резинки, которыми я пользуюсь для своих волос. Я даже убрала, и визабабл у меня есть резиночки, я их просто убрала, они мне все-таки пережимают волосы, а вот эти не так. Так что обладательницам длинных волос могу посоветовать прикупить такие резиночки. Их тут получается 10 штук за 55 рублей, что может быть лучше. Так, следующее, что мы купили, это было уже посвящено Дню Святого Варентина. И то, что мне понравилось очень сильно в прошлом году, я решила продублировать и купила аж в двух экземплярах. И это был такой вот блокнотик, любимая, я тебе обещаю. В прошлом году мы воспользовались этим. И серьезно, девчонки, классная штука оказывается. Здесь ваш муж обещает ставить дату, с какого периода он может, должен это выполнить. И, конечно же, ставить свои подписи. Если что-то как-то, то вы уже можете предъявить своему мужу и сказать, что он уже письменно обещал вам сделать что-то. А тут их очень много разных вещей сводить в кино, подарить цветы, подарить подарок, все что угодно. Так что взяла, чтобы своего супруга, так скажем, веселить в течение года. Ну и мой супруг решил мне немножко отомстить. И в этом году мы встретили любимый, я тебе обещаю. Мне муж сказал, теперь и ты мне будешь в течение года обещать что-либо. И здесь тоже всякие интересные, курьезные обещания тоже абсолютно так же оформлено. Такая вот чековая книжка, мне кажется, ну круто на самом деле. Такие, знаете, добавить немножечко разнообразия в свою семейную жизнь, такие вещи прикольные. Даже молодым парам, я имею в виду, когда вы еще встречаетесь, я тоже думаю, это очень интересная штука. Ну не знаю, мне оно очень сильно понравилось. Следующее, что я купила, и меня это вообще просто сразило, это была вот такая вот пленочка. Это идет бумага для, упаковочная бумага 45 сантиметров на 100 сантиметров, то есть 45 на метр. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим, как это все выглядит вживую развернутое. Слушайте, а бумага такая идет классная, смотрите, как она поблескивает. Сумасшедшая, да? Классная. Она такая рифленая, блестящая, тверденькая и неплохое качество. Качество у нее сделано, можно даже какие-то подарочки миленькие оформлять. Я взяла в таком цвете, еще я взяла вот такую вот фиолетовую. Ну это просто, знаете, когда увидела, я влюбилась на самом деле, и мне показалось, что я обязана это купить, оно мне должно быть. Смотрите, ну просто круто. Смотрите, как оно блестит. Фиолетовенькая такая, да? Очень круто. И качество, кстати, хорошее. Хорошее качество, мне нравится. С удовольствием буду обворачивать подарки. И на этом я не успокоилась. Там же по 25 рублей, вот эти, по-моему, стоят 50 рублей. И по 25 рублей я нашла вот такие вот тоже обверточная бумага. Для подарков идет бумага для упаковки подарков. 70 сантиметров у нее уже идет ширина, такая она длинная, и метр. Рисунок должен быть, так, сейчас сфокусирую. Рисунок должен быть вот такой вот, в этой бумаге. Так что, скорее всего, это будет у меня, может быть, даже какие-нибудь фоны. Так, следующую, которую я себе купила, это была вот такая вот бумага. И она должна выглядеть в развернутом виде вот так вот. Видите? Мне кажется, здорово, красиво. Так, и крайняя бумага, последняя бумажка, которую я купила, это была точно такая же бумага. Ну, рисунок у нее уже вот такой вот идет. Мне кажется, по 25 рублей. Тут, конечно, всего метр, но это что-то с чем-то. Посмотрите. Классно, да, ведь? Вообще, мне понравилось очень сильно. Ну, и в довесок ко всему к этому, ко всем своим покупкам, я еще, мои сладкоежки, мои парни, прихватили три вот такие шоколадки Победа. Они стоят по 25 рублей. Состав я сравнила с тем составом, который продается в магазинах обычных. И могу сказать, один в один. Девчонки, мы уже покупали там этот шоколад, и он достойный. Правда, достойный, хороший шоколад за бюджетную стоимость, за 25 рублей. В обычных магазинах он стоит, по-моему, 100 рублей. По крайней мере, я встречала около 100 рублей. Так что, если вы любите шоколад и вам нравится бренд Победа, обратите свое внимание на магазин Фикс Прайс. Там данные шоколадки продаются. Так что, вот так вот. Вот такие покупки у меня были в этот раз с магазина Фикс Прайс. Надеюсь, данное видео для вас было интересным, а главное, полезным. Его что-то для себя подчеркнули и уже на что-то обратили внимание для своих покупок. Если так, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте писать свои комментарии, с чем вы пользуетесь и что вы можете посоветовать прикупить из магазина Фикс Прайс. Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению. Конечно же, если вам со мной было интересно, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы просто не пропустить какие-то свежие видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить там первые впечатления от использования продукции. И там зачастую делюсь с вами какими-то первыми впечатлениями от использования продукции. И, конечно же, какими-то, возможно, даже акциями, которые я вижу сама. И мне хочется, чтобы вы тоже этим воспользовались. Берегите себя и своих близких. Желаю вам хороших, выгодных, а главное, нужных покупок. Люблю вас. Увидимся с вами в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина. Всем пока-пока. С вами была ваша Ирина.